Вот так много женщин было в жёлтом платье с чёрным горошком, так их много было, что я думал, ну так, надо срочно менять платье. Знаете, как говорят, модно, как раньше было, баллони все в баллонях, клиша все в клишах. На самом деле модно же то, что не у всех. Мне кажется, как-то вот вы стали говорить про стиль. Да, вот такие стили. Это как раз вы, цельная персона, вот этот стиль. Дело не в одежде жить, да дело не в прическе, ни в чём. А в вашем стержне, мне кажется, вот в этом дело. Вот Митикоко говорила, одеваться со вкусом стоит тех же денег, что одеваться безвкусно. Есть вопрос в выборе. Дайте нам критерий выбора. Вот что в Айкуле выбирает в жизни, в одежде, в поступках? Мне кажется, что нужно одеваться так, чтобы это не выглядело, чтобы вы очень сильно наряжались. Хотя это займёт время, и вы будете всё то же самое, действительно. Но вот чтобы это не было так, ну вот я нарядилась и пришла. Вот чтобы этого чувства не было. Вот тогда нормально. И совершенно очевидно, вы были посланцем какой-то другой цивилизации. И те, кто из нас доезжал до Риги, понимал какой. Вот это, помните, вот этот Юра Сперли, этот невероятный форпост, чего-то нового. Вот это не ресторан-то даже, это как-то и назвать-то надо было бы. Да, но это сегодня был бы клуб. Называли бы клубом. А тогда это с болью вырванный кусок свободы. Это ж не просто музыка тогда была. Да, конечно. Ну а что, мы пели всё, фирмы только. Даже за деньги мы пели только фирмы на песне. Поэтому, естественно, это был такой... Нам разрешали одевать, что хотим. Я могла делать любой номер, и у меня никто не было худсовета там, кроме начальника управления торговли, которая только хотела, чтобы люди ходили. У неё был как бы один критерий. Это должно быть классно, лучше, чем у всех. Начальник управления торговли, это как секретарь ЦК. Ну, может, не первая, но вторая. Но она была такая особенность. Что латыши, в общем, так-то и не привыкли к совку. Вот правда, вот у вас латышки с ней всё равно были и фамильные ложки, и фамильные фотографии. Но на самом деле, сложно сказать, в то время я никогда не понимала, что там мы латыши, или там они эстонцы, или они грузины. Мы не понимали этого, всё же не было национального вопроса, поэтому как-то и не думали о том, что мы дикие фирмачи. Нет? Нет, я только помню, что было такое, что мы смеялись, жили, работали в ночнике и говорили, да, а в Москве или там в Питере после 11 открыты только почтовые ящики. Ха-ха-ха. Ну вот это, что типа того, что мы круче. Ну у нас было лучшее... А у вас до сколько всё было открыто? Круглосуточно. Скажите, вы почувствовали тот момент, когда либо вас выбрали, либо вы, как шарик в китайском бильярде, вот в лунку закатились, и эта лунка называлась Советский Запад, да? Некая вот такая компромиссная допустимость. Вас назначили, была какая-то процедура, или так получилось? Или там в ЦК всё согласовывали с КГБ ещё? На самом деле, действительно, согласовывали. Согласовывали? Моя победа на Братиславской лире, в Гран-при, который я получила, она, вот эта победа открыла дверь мне, и я стала, я вся смеюсь, законной. Вот всё мне уже можно было. Меня можно было уже отправлять за границу. Меня... Вот это было... Ну раньше, в принципе, для того, чтобы позволили на телевидении тебе выступать, вообще мне так получилось. Я должна была доказать, что я на международном конкурсе что-то завоёвываю. И это было очень сложно. Не спросить. Вы выполнили план по олимпийскому певческому золоту? Да, я помню, когда меня отправляли, я говорила, я не хочу ехать на международный конкурс, я не собираюсь. А мне сказали, а вас не спрашивают, мы вас отправляем. Поэтому вот так действовал Министерство культуры. А потом попробуй, там не выиграй. А моя соперница была победительница в том году Евровидения, поэтому я понимала, что у меня очень большая соперница. Правда, я вообще не рассчитывала на какую-то победу. Раймонд Паус только сказал, без первого места не возвращайся. А Раймонд написал вот эту песню, конечно, да? С которой вы поехали? Верни Саш. Фантастика. Вам очень повезло с Раймондом. Это точно. Потому что, честно сказать, вот как вы оцените такую мысль, 95% успеха любой певческой карьеры это репертуар. Конечно. Как вам повезло с этим интеллигентом? Это точно, что репертуар очень важен. Другое дело, что ты можешь, конечно, любой репертуар разродовать, но про Раймонда это особый разговор, потому что я знаю, вот все певцы, которые коснулись, как-то его стали популярными. А вот к нему как-то не прилипает, вот к Раймонду. Вот эта пакость вся, вот эта бронза. Но потому что он стильный человек, вы понимаете, у него есть стержень. Вы знаете, когда только мы начали, только я начала работать на сцене, легко было петь Рэнди Краффорд и всех там звезд, включая Джонни Джоплин и остальных, легко копировать, сложно самому спеть. Ну, когда я, естественно, после того репертуара перешла на такой, как тогда вот советский репертуар, мне, конечно, казалось, что я нереализована, что все не так, это все не те песни и вообще это не такой рок, как мне бы нравилось. А вам, конечно, хотелось Джоплин. Ну, я его пела. Все, на чем ты, все, что ты делал, ты пел лучшее, что было в мире. Роберта Флека, Донни Хатова. Я знала весь диск. Это, кстати, то, что они знали в России, но в глубинной. Ну да, потому что это была музыка. Слушайте, вас же все знают, как этот вернисаж Пикателе. А вы можете сейчас спеть что-нибудь из того, из первого репертуара? Ну и так далее. Ну, это совсем другое. Но я к тому, что все мы это можем петь. Я не сказала, но когда я стала выезжать за границу и работать там с Майклом Самбелло, выступать в Японии, в Финляндии, то я увидела, что музыка Раймонда, она проходит на ура, так скажем, в Японии. Только вообще узнали, что мой автор Раймонд. И самый большой успех был у меня, благодаря его музыке. Вот скажите, пожалуйста, были ли какие-либо ограничения, которые накладывали на ваш западный такой вот образ? Благодаря Раймонда. Это нет, это нельзя. Ну, на самом деле, это было бесконечно. Это же были худсоветы. Я никогда не проходила. У меня всегда была проблема, всегда. Дорогая Лайма, возможно, я буду невежлив, но я хочу заметить, что если наш эфир смотрят молодые люди 20 минут, они даже не знают, что такое худсовет. Вот Крун тут говорит о худсоветах. Может быть, его послушаем? Послушаем, послушаем, конечно, что говорят. Очень важно, чтобы люди имели возможность сами найти вот то, что им нравится, но, естественно, контроль какой-то, нравственный контроль и такой качественный контроль должен быть. Очень брав мой друг Юрий Сергеевич Саульский, царство ему небесное. Это изумительный был музыкант, композитор, который иногда, послушав ту или иную певицу или то, что происходит в шоу-бизнесе, и он так задумчиво произносил, да, слишком рано отменили художественные советы. Понимаете, получается, что искусство стало бесконтрольным. К чему это привело, мы видим. Мы видим, что извергается из наших телеэкранов, что звучит, в какое отношение это вообще имеет к искусству. По существу, все, что звучит, делается только в студии, и человек, выходящий как бы на сцену, по существу, искусство и не демонстрирует. Он просто-напросто иллюстрирует то, что записано даже не всегда им самим. Мы эти примеры тоже знаем. Да, совершенно верно. Я согласна. Да, конечно. Получается, вы поддерживаете идею введения новых худсоветов по советскому образцу? Понимаете, как страшно, как вообще ужасно. На самом деле, зритель получает то, что он хочет. Как бы не нужен был бы худсовет, если был бы зритель, вот просто говорилось о том, что, наверное, рановато. Я помню, когда я приехала из Америки и увидела, как от Ласкового Мая дети умирали. В это же время я видела в Америке, как умирали от Майкла Джексона, где делали аранжировки лучшие. Понимаете, да? И здесь... И мне хотелось плакать. Потому что я думала, над чем вырастает. Вот, пожалуйста, вам ответ. Вот выросли на этом. Действительно, рановато худсовет от Медили. Чуть-чуть рановато. А Майкла Джексону что? Там худсовет был в Америке? Я вам о чем и говорю. Другой уровень музыки. Когда есть уровень, зритель требует... Зритель не допустит какую-то там какашку на сцене. А у нас зритель допустит, потому что они не знают другого. Вы Марлен Дитых, вам надо Лили Марлен петь. А кто ее, интересно, поймет здесь? Да. Но вот для себя просто, чтобы быть честным человеком перед собственным Богом, своей культурой, вы должны это сделать. Вы Марлен. Да, может быть, это было бы интересно. Больше того, даже я... У меня тоже была такая мысль, и я искал репертуар, который мог бы подойти. Но кроме Лили Марлен, ничего остального такого яркого, мне казалось, которое бы здесь могло бы существовать. Смотрите, какое интересное у нас начало разговора. Я действительно не ожидал, что у вас мог быть вариант совершенно другой биографии. Вы сейчас бы пели бы... Нет, сейчас бы я бы резала бы... Да ну ладно. Людей. Ну серьезно, если бы поставить... Я должна была быть хирургом и только. У меня не было другое вообще, никакого интереса. Но это вы берете образование. Никакого интереса, Никакого интереса, кроме медицины, у меня не было. И сегодня, в принципе, тоже так получается, что мои друзья, они врачи, как правило. И я прекрасно провожу отпуска, время, когда... Именно с врачами. Это моя любимая публика оказалась. Почему? Потому что есть призвание, а есть судьба. И я яркий пример, что есть судьба. Даже знаю, кто, кто меня запрограммировал в какой-то степени. Вот такой маэстро Заходник, который ставил голоса, он в Италии учился и работал в Рижском эстрадном оркестре. Именно занимался с вокалистами. У Раймонда Пауэллса. Или прямо музыкой? Нет, именно распевал. Это происходило лет 5-6 каждый день. Нет, больше. И он всегда говорил, Лайма, да твой год, да ты лучшая, да ты лучшая. Ты лучшая в Латвии, ты лучшая. И вот очевидно, я, которая никогда об этом не думала, что пение вообще что-то серьезное вообще. Может быть, я даже думаю, что он меня заразил. Вот так у меня было. Я пошла за компанией на конкурс, таким образом познакомилась с маэстро Заходником, стала у него заниматься, от нечего делать. А потом 16 лет уже я уехала с роковым ансамблем на гастроли. И там нам быстро обрезали крылья. Каким образом? Я попала в аварию, где участвовала милиция, была перестрелка. В общем, мои ребята двое сели в тюрьму, трое взяли взятки, уехали в Израиль, их прострелили, за это они взяли денег. А я осталась со своим словом честным на улице полгода примерно в Аджарии, где я приходилось уголодать. По-всякому. Это длинная история. А мы договорились никому не говорить, и в этом была ошибка наша детская. Потому что я так как дала слово никому не говорить, родителям не говорить, еще подписка о невыезде, а женщина, у которой я жила дома, меня выкинула сразу из дома. У вас была еще и под... Вы еще были под подпиской о невыезде? Да. Но потом быстро я нарушила, когда взрослые люди меня сказали, быстро уезжай. Это рок-н-ролльная юность и есть. Вот это и есть то, что делает стержень, то, что формирует человека, то, что делает стиль. Вот это все и есть. Я просто не зря все это говорю. Да, да, да. Слушайте, а как вы объяснялись с родителями? А я не объяснялась. Вы ушли из дома? Когда... Нет, я сказала, что я уезжаю. Я была из тяжелых детей. Я что хотела, то делала. И, в принципе, если бы они не отпустили, я бы убежала. Все время находились какие-то люди, которые меня просто спасли, которые меня приютили. Это была цыганка одна, у нее муж был поэт, и вот я с ними была. Ну, такой ребенок, который все время кто-то его опекает. И я с ними научилась пить чай. Я никогда не пила чай до этого. Есть сыр, который я тоже не любила никогда. Вот такие замечательные люди были в моей жизни. Скажите, а что в вас изменило этот период, кроме умения пить чай и есть сыр? Он меня сделал взрослым человеком, еще более самостоятельной. Мне кажется, то, чему там учат на Западе, я получила в советское время по полной программе. быть самостоятельным, самопринимать решения. И я научилась, что такое хорошо, что плохо. Я узнала, что такое предательство. Ну, вот такие всякие вещи. Узнала, что такое глупость. Рано очень. Простите, не скромный вопрос, но он достаточно существенный, потому что мы говорим остановление. Вас не как певица, а как человека. А сколько вам было, когда вы первый раз влюбились? Да я уже не помню, в кого я влюбилась первого. Это было... Такое может быть? Я помню, как я ездила на концерты с радиооркестром и я периодически влюблялась в какого-то музыканта. И мы ехали туда, и я влюблялась. А когда мы приехали обратно после концерта, то там были вокалистки, эти музыканты, с теми вокалистками, и я уже смотрела, я уже его не любила. Поэтому... Как интересно открывается. Мало кто-то ведь и знает про эту вашу рок-н-ролльную юность. И вот про любовь... Она у меня была круче, чем у многих рокозавров. Вот кажется, что вы все-таки вы снежная королева, а вы говорите, вы влюбчивая. Человек, который поет про страсть, обычно делает это со скальпелем в руках, холодным. Ну, это моя профессия, петь про любовь. А вы... Нет, ну, это и когда нет темперамента. Да-да-да. А вы и в этом знаете, значит, толк. Человек, который может влюбиться в музыканта, уже непростой человек. Бухов, королевший. Каждый день другого. А вот прочертите, пожалуйста, вектор. Что было бы, если бы вы не встретили Павлоса? Что было бы, если бы вам не предложили изменить репертуар? На самом деле, когда я поняла, что я уже выросла из ночного бара и хочу вернуться обратно на сцену, то я пошла к Раймонду попросить его песни. Я сказала, что я хочу Раймонду уходить. Больше того, он писал письмо в управление культуры, чтобы разрешили мне создать свой коллектив. И когда я уже созрела, у меня еще не было репертуара, я пела фирменные песни, а тексты писал Касфор Димитр, сын Виярдмана. Он гениально писал текстовую музыку тоже, но текст у него просто гениальный. На латышском? На латышском, да. И таким образом я пела, как будто бы советскую песню, потому что латышский язык тоже сказал, тогда годился, лишь бы не английский. И в раппортичке это все годилось. Но был процент. Это не мог раппортичке петь все фирменные песни. Сколько там было? 50 на 50? Нет, нет, нет. 30 на 70 или даже 80 на 20. Ну, конечно. И я пела на латышском. И в этом было дело. Я уже работала с концертами, когда вот с Раймондом, когда я пришла к нему за репертуаром, я уже чувствовала себя уверенно. Поэтому мой путь, наверное, просто был бы дольше намного. А вы можете спеть, поскольку вы спели по-английски, и, честно говоря, это совершенно неожиданное у вас представление. Как вот вы пели по-латышски какие-то мировые хиты? Сейчас вы можете спеть просто акапелла? Надо же сообразить, что спеть. Сейчас, сейчас, сейчас. троллейбусы троллейбусы ракварис пелдом мескази вис вис из капуши яу эсамтикай диви это Каспар текст, что троллейбус как аквариум, а мы в нем как рыба. И, в общем, все закрыто, и в нем мы вдвоем. Вот вы сейчас по-латышски пели, одумалось, вот все совки совками, а вот каждый номер товарища Вайкури это продуманный спектакль. Вот видно, не просто человек вышел, ну, песня, как там назвалось, 82, 78, какие там у них песни, все вышли, спели и ушли. А вот Вайкури это целый номер. У вас и кардебалет, у вас как-то и танцы поставлены особым способом. Вот так же, вы же понимали, что каждый ваш следующий выход это следующий бой с заскорузлой, отсталой, провинциальной эстетикой СССР. Вы понимали это? Нет, конечно. Мне просто казалось, что вот так хорошо, а я ни с кем не боролась, ничего не делала. Разве? Нет, конечно. У вас даже не было никакой миссии, вы не несли эту прогрессивную эстетику, эту неритмичность, да ладно. Нет, нет, я об этом не думала. Знаете, как первая про миссию, первая моя съемка на новогоднем огоньке, а вы понимаете, что такое в то время было попасть в новогодний огонек. И вдруг мне Давиденко, как сейчас помню, Володя говорит, ой, мы бы хотели вас снять на новогодний огонек. А у меня в это время была назначена репетиция, мною. Я сама назначила репетицию себе, оркестру, там, балету. Я говорю, у меня репетиция, я не могу. Они, наверное, обалдели от этого. Вот это к тому, что вот, что я типа того, что боролась. Я, наоборот, отказывалась. Мне было неинтересно эта съемка, мне была намного интереснее моя репетиция. Вот, мне было интересно то, что я делаю. Мои ребята любимые, мой оркестр любимый, вот это все было мне интересно. А покажут меня, будут умирать от меня, или не будут, мне совершенно было все равно. Ну ладно, слушайте, ваш балет, ваши музыканты, они все же зависят, простите, от денег, которые вы заработаете. Да. Вы что, не понимали, что голубой огонек это выигрыш, это трехпроцентная облигация выигравшая? Вы не понимаете. Были у вашей матушки поди такие облигации трехпроцентного займа? В тот момент, я не знаю, что я думала, но оглядываясь назад, я сейчас понимаю, что я, мне это было не важно. Я переформулирую. Насколько вам важны деньги? Они всегда у меня были. Я не знаю, у меня никогда не было такой проблемы денег. А у меня все были деньги. Ну как это? Слушай, ну так, я работала всю жизнь. Я сама, самостоятельно работала всю жизнь. Я никогда не была зависима от родителей. А денег вы испытывали зависимостью? Да, когда их не стало. А их не стало? А вот еще был момент, когда у меня их не было, полгода, наверное, потому что я не тот человек, который копит деньги. Это мама мне давала на трамвае, я как сейчас помню. потому что мы ушли из ночного бара, и я переходила в другое место работы, в Латвию, а там служба безопасности нас долго проверяла, так скажем. это был тоже интурист. И вот мой коллектив, я все были без работы. И никто не пошел на работу, потому что они все равно были лучшие в Латвии. Но никто не пошел вместе со мной, этот полгода, по-моему, отсидели без денег, и как-то выжили спокойно. Мама давала на трамвае, а ничего, мне больше не надо было дома, кормили. Вы знаете, человек всегда имеет то, чего он хочет, или страдает от того, чего он бы хотел, но у него нет. Вот я не помню себя, чтобы я страдала по поводу денег. Я не помню такого момента. Вот кроме этого, когда было мам, дай там рубль. Ну а скажите, Афоне, да. Чего в вашем доме сейчас больше всего не хватает? Чего не хватает? В моем доме больше всего не хватает тех, кто ушел. И друзья, и папа моя. Вот больше всех не хватает моей собак, которые ушли. Вот это. А в материальном плане? А в материальном у меня все в порядке. Мне хотелось бы, если вы позволите чуть вернуться к вашим родителям, потому что легко начинать биографию со слов «Она родилась в семье эмигрировавшего в Россию итальянца, еще в ней были...» У вас же все было проще намного, да? Да. Больше того, мне просто даже интересно, я, может быть, скоро узнаю вообще откуда я родом. А вы что, не знаете? Нет, я не знаю. Почему? Я ничего не знаю о своих там прадедушках. Они были просто, может, деревенские, поэтому... Моя мама жила в деревне, в Латгале, и она тяжело работала, она в 16 лет уже работала в магазине, или в 15, заработала денежку. А папа, мама – это поле, они были просто крестьяне. и папа мой главный в колхозе, ну, как это, в председателе колхоза. Ага. Да, в то время там, в деревьях. При большевиках. В общем, они поженились, и вот я родилась. Вот откуда у вас такой изумительный цвет кожи? Вот. А? О, как выгонулся. Ну, конечно. Лайм, а вот возвращаясь к таким советско-латышским отношениям, это деликатный вопрос, но... Совсем не деликатный, абсолютно... Ну, мне приходилось слышать, а вы мне скажете, может быть, это был слух неверный, что те люди, которые, будучи латышами, литовцами, эстонцами, да, остались лицом Советского Союза, их в республиках недолюбливали. Ну, считали, что там, продались советом и так далее. Вот вы хоть раз сталкивались с негативным отношением к себе? Да, я сталкивалась, конечно. Расскажите об этом. Ну, в газете обычно было написано «Российская певица Лайма», в латышской газете. А здесь мне всегда представляли «Наша гостья из Латвии», а там «Российская певица Лайма». То есть вы своя среди чужих, чужая среди своих. так получается, да, в песне Меландзе. Но на самом деле это только людей, которые зарабатывают ордена. Это политики, люди, люди, ну просто вот, обыкновенные люди, у них нет этой проблемы. Скажите, а вы, если вы патриотка, конечно, то вы патриотка чья? Советского Союза, Латвии, России, Европы? Я просто суперчеловек. Ну, назовите три любимых места на Земле. Вот где вам хорошо, комфортно, расслаблено, вообще вот то, что вы имеете на месте? Это Латвия, это Москва, очень сейчас люблю Киев, очень мне нравится Нью-Йорк, Лос-Анджелес, обожаю Токио, Японию, обожаю, все, 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 потому что я объехала, мне все понравилось. Вам карты мира будет мало. Да, Африка, Кения, Найробия, это рай на Земле, к сожалению, люди своими охотами, всеми остальными мерзкими, злодейскими привычками уничтожат и это. Видите ли, дорогая Лайма, то, что в Найробии позволено охотиться носорогов, помогло... Позволено? Это помогло сохранить и увеличить, ну, не носорогов, а разрешение сафари официального позволило увеличить поголовье тех же черных носорогов исчезающих. Охота помогает увеличить? Вы же знатожны? потому что деньги платятся и когда отстреливают тех животных, которых развели, но пока это кафе... Вы сошли с ума, вы сошли с ума. Человек, который может охотиться, просто злодей. Это просто злодей. Он платит деньги за лицензию, а на эти деньги восстанавливает популяцию. Зачем? На эти деньги они делают сафари, где они за клеткой живут? На эти деньги, которые они заплатили? Они на эти деньги содержатся в заповеднике. Вы совершенно ошибаетесь. Абсолютно. Человек не имеет права охотиться. Вот с этого надо начинать. Цирк, охота, зоопарк. Это ужасно. Вот если бы нас всех посадили бы в клетки, вот как бы нам бы нравилось. И платили бы деньги, чтобы нас хорошо содержать. А теперь вы похожи на Брюжит Бордов. Точно. Лох. Но, понимаете, кому-то это приходит, кому-то нет. Разве непонятно, что человек, который его убил, он перешел, он перешел границу. Еще убил, не отбиваясь во время стресса, а убил сознательно. Сознательно. Вы вегетарианка. Да, я вегетарианка. Я в 19 лет первый раз узнала, что есть баранина, что мясо, это не мясо, а это баранина, говядина, это такие, свинины. Выбирать вы можете, кого мочить. Понимаете? Я говорю про убийство. Но... Это ужасно. Коров же тоже используют, так или иначе, даже молочных коров. Ужасно. Это все были дикими животными. Все. Начиная кошка, заканчивая свиньей. Человек их сделал домашними. Да. Он лишил их свободы. Он их использовал, издевался, и, можно сказать, вы думаете, что по-человечески убивали свинюшку дома. Я помню в детстве эти вопли этого животного. Никто не хочет умереть, даже муравей. Никто не издевается над кошками более защищенно, чем это делает наш друг клоун Куклачев. Очень. Давайте его послушаем, что он может доложить нам по этому поводу. Человек, построивший свою карьеру на работе с кошкой. Правильно, использовать животных легко. Ну, давайте послушаем. Они же бесплатные. Юрий Куклачев про зверей и про людей. Нельзя сравнивать животные с человеком. Ни в коем случае. Я все время с животными. Единственное, я понял, что животные за всю жизнь никогда меня не предали. Вот это я уже сам определил. Когда меня уволили из цирка, люди сразу, друзья, перестали звонить, а животные, они пришли, обняли, да нам плевать, цирк, или ты не в цирке, на улице, без... Боже, что ли, не Боже, мы тебя любим. И все. И я понял, они не предают, они не ищут там, где выгодно. Даже если будут голодать. Они полюбили твое сердце и к нему тянутся. Человек может развиваться и перейти эту грань, и понять, что он всесилен, я сегодня могу съесть, ну, сука, ну, три торта, пять мешков денег набрать, скопить, понимаете? Четыре машины купить, дом, пять этажей построить, ну, а дальше, ну, и что? Животного-то не надо, они понимают, что это не надо. Это ерунда. Ну, есть немножко покушать, покушать. Есть погреться, погрелся. Животным главное человеческое отношение. А люди, когда развивают свой условный рефлекс, вот здесь-то они опускаются на уровень животного. Они начинают любовь воспринимать, они любовь заменяют словом секс. Понимаете? И теряются главное, они теряют главное потом, последнюю секунду перед финишем, человек осознает, куда он рвался, куда он это заберет. Он как голенький пришел, так и уйдет. И все. Гениально. Конец был точно совершенно. Ну, ведь лайма, а ведь, понимаете, можно тоже сказать, что вот у вас же по-прежнему два американских бульдога, да? У меня было три. Три даже было. Нет, сейчас у меня они уже умерли. Извините, пожалуйста, что если я вас немножечко невольно, правда, разозлю? Пожалуйста. Собаки, включая ваших выведенных искусственным путем. Очень плохо это. Это очень плохо. Вы решили этих собак, бывших волков, свободы воли. Да, не волков, да. Конечно, конечно. Ну так что же вы их держите? Вы знаете, как я взяла своего французского бульдога, который у меня сейчас? Я совершенно не планировала брать французский бульдог. Да, французский бульдог сейчас. Моя любимая, обожая. Они такие красивые. Доктор в Германии моих собак, ветеринар. Они лечатся в Германии. Лечились. Он говорит, Лайма, я хотела взять из приюта какого-то несчастника любого. Он мне сказал, Лайма, ты можешь брать любую собаку, кроме французских бульдогов. Из-за носа, да? Да, они проблемные собаки. Они часто болеют. И когда привели мне французского бульдога, ну и внутри я так посмеялась и подумала, что он попадет в плохие руки и со своими проблемами, у него этих проблем будет гораздо больше, чем я уже его вот такого, который сейчас стоит передо мной, возьму я. И, конечно, я его взяла. Потому что самое лучшее место, где они могут жить, это умение. А еще вам ничего нельзя сказать. Только не это. Сделайте как раз все наоборот. Нам в случае сказали, только не французский бульдог. Ну, когда он стоял несчастник. А вы не только в собачьем деле, а вообще в жизни. Вам лучше не говорить, что чего-нибудь нельзя. Ой-ой-ой. Наверное. Вот с вами-то нехорошо мужчинам жить, не мое это дело, но клянусь. Я думаю, что да. Да. Вот все-таки мы любим, чтобы как Настенька в морозке. Тепло, ты видишь, тепло, батюшка, вот нам такое надо. А что это такая будет серьезная дама нами руководить, что ей не скажешь? Почему она будет руководить? Она будет сама по себе. Ну, здравствуйте, пожалуйста, кому же это нужно? Мне интересует, что в конечном итоге вас сформировало такое? Где родители? Улица. Улица меня сформировала. Какая латышская? Русская. Лай, извините, еще один деликатный вопрос. Я просто считал, что вы крещены, но крещены по русской просланной церкви. А это решение вы принимали? Да. А сколько вам лет было тогда? Наверное, 28. А потом я просто поняла, что мне это необходимо, и мой друг, владыка, меня покрестил, и он и мой крестный, он меня покрестил, и в самый тяжелый момент он мне помогает. Я всегда говорю, ничего нет лучше в современном мире, когда рядом с одной стороны психиатр, с другой стороны священник. Вот самое счастливое ощущение. Ну, психиатр еще, доктор. Я же люблю врачей. Лэм, поскольку вы крестились, будучи взрослым, абсолютно человеком, что это было за период? Это, видимо, вы подошли к какому-то периоду вашей жизни, к какому-то рубежу. Да, я поняла, что у меня больше нет выхода, что жизнь моя меня не устраивает, и я не знала, что мне делать. И так как я знала уже Виктора, он мне сказал, священник. Он мне сказал, тебе надо покреститься. Я сказала, я завтра приезжаю к тебе. Ну, погодите, у вас же уже все было к этому времени. У вас уже был пауз, у вас там были эти безумные залы, стадионы, что там еще? Нет, 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 это был ночной бар Юриспер. А, а ты в ту ту пору? Да, это тогда как раз было, когда уже я поняла, что я уже не могу там больше быть. Больше мне... Я переросла это место. Вот тогда я покрестилась, и все, мне пошло хорошо. А чем же вы в следующий раз не покрестились, когда вы поняли, что вы переросли совок, да и совок развалился, и вы замыслили, значит, марш на запад. Я не замыслила. Абсолютно. Вы поехали в Америку, вы сделали интересные, современные аранжировки. и ничего не получилось у вас, Америку. Все получилось. Что получилось? Как вы... Это у вас совершенно неправильная информация. Я абсолютно не стремилась ни в какую Америку, никуда. Просто тогда Сухарада, это... Да, начальник они выбрали. И после этого, спустя почти год, приходит звонок, и приходит вызов в Америку на записи имени с Стэном Корнелиусом, мой диск на английском языке. Но это, конечно, была мечта каждого побыть в Америке. Я ни разу не была. И там, в Америке, так получилось, что мой продюсер сказал в газете, что Лайман, они так привыкли, как кто? Они говорят, как русская Мадонна. Да, да, да. И это взбесило такие передачи, как Current of Air, это текущие новости, как у нас был взгляд. Я им очень понравилась, и они сравнили меня со всеми певцами тогда знаменитыми, Мадонной в том числе, и там, не знаю. Понравилось, понравилось. Да, я не сказал, что я горби, давай махнемся. А где Грэмми, где, где? Дальше. После этого я получаю приглашение шестеревоэтажную виллу в Лос-Анджелесе. Нет, я получаю приглашение от компании МСА ГРП контракт, о котором мечтает каждая американская певица. Да. Такие контракты были только у Гребенщикова и у Парка Курькова. И у меня. Больше ни у кого таких контрактов не было. Ну и что дальше же было? И выходит мой диск Лайма Танго. Потом я делаю массу сумасшедших ходов, когда здесь главный Universal. Он говорит, Лайма тебя все помнят. Ну, предположим, что Дэйв Грузин и Ларри Розен это хозяева компании. Сын Ларри Розена, они хотят, чтобы он был моим продюсером. Так. Я говорю, нет. Почему? А потому что я договорилась Стив Джетсоном до этого. А как же я Стиву скажу теперь нет, когда я ему до того сказал да. Так все делают. Да. Но я же в Батуми полгода голодала. В отличие от всех остальных. Поэтому, если я даю слово, оно чего-то стоит. Поэтому, как вы понимаете, хозяин компании хочет, чтобы его сын меня продюсировал, а я говорю, нет. Поэтому в Америке я сделал массу всего, чего не надо было делать. И в конце концов я попросил их освободить меня от контракта. Вот такие поступки у меня было массу. Дорогая Лайма. Это к тому, что вы сказали, что не получилось. Да, не получилось. Оно мне не получилось. Плюнули и уехали на эту Америку. Я его не... Потом была моя болезнь, которая сделала вообще моего другим. Я хотела вернуться. Нет, Лайма, вы знаете, как вы себя ведете? Вы себя ведете, как женщина, которая носит мужской костюм. Потому что женщина, которая надевает мужской костюм. Что, кстати, вы частенечко проделываете. Ей можно восхищаться. Ей можно восторгаться. В нее можно даже влюбляться. Но совершенно непонятно, что с ней делать после хорошего ужина в ресторане, когда ты вот так смотришь на нее. Так, слушайте, это очень интересно. Объясните, пожалуйста, как вы понимаете... Ну да, как вы понимаете секс? Как вы понимаете то, что... Я послушаю лучше, как понимают секс люди. Нет уж, это вы начали. Не отвлекайтесь, пожалуйста. Я сказала про кого-то. Просто... Ну так, ляпнула. Ну а что про секс-символ? Давайте послушаем. Вот кто там отсюда не видел. А вот мать о Гонопольске. Вот он там про это говорит все. О самом интересном есть. Он же сейчас и скажет. Матвей знает все про секс. Хорошо. Не дали проговорить про секс, пусть говорит Матвей Гонопольский. Он считает нужным про секс-символ. Это все же мужчина может сказать про женщин. Секс-символ, как ни странно, это всегда человек общественно значимый. Понимаете? Это не просто красавчик. Вот красавчики, они редко бывают секс-символами. А секс-символ это человек, у которого есть внешность, какая-то харизма, такая харизма красоты. Но кроме этого, обязательно секс-символ это человек, который делает что-то социально значимое. в основном, конечно, иногда бредятину какую-то, типа говорит, что надо спасать китов, или что нужно бороться с глобальным потеплением, или в конце концов, ну, например, усыновляет детей. Но, боже мой, если человек, красивый человек, популярный человек, появляется на экране и говорит, надо бороться с глобальным потеплением. Пусть в 0,001% тех, кто услышал эту фразу, так сказать, но все-таки возникнет мысль аккуратнее вести себя, там, не знаю, выключать свет, выключать газ и так далее. Поэтому я считаю, что вот секс-символы это вот такое народное голосование. Секс-символ никогда не бывает спущены сверху. Я считаю, что для людей это, безусловно, вещь полезная. А, в смысле, для людей полезная вещь это что? Секс-символ. Ну, либо секс, либо символ, либо то и другое. На самом деле, прокитовка, аж храна, я не ожидала, Да, это просто... Люди сошли с ума. У вас это, да, вас это сильно... Да, потому что мы защищали бельков. Я лично ездила. Все-таки для вас, что такое секс-символ? Кстати, вообще непонятно. Ну, назовите, вот в вашем представлении назовите одну-двуху. Отвратительно, отвратительно вообще такое, ну, как... Определение? Ну, что за звание такое? Для каждого он свой. Ну, назовите своих. Нет, у меня нет. Что, Брэд Питт вам не нравится? Нет, он классный, но он не секс-символ. А кто? Ну, это должен быть немного человек, у которого есть какой-то на лице порог. А, Челентано, значит? Да. Должен быть какой-то, ну, какой-то чертик внутри, в глаза. Это значит, алька, вот это... Альпачина. Альпачина тоже. Так хорошо, а вот женщина, которая вам кажется сексуальна? Я не могу сказать ничего про женщину. Лишь бы она была бы какая-то, ну, какая-то особенная. Или фтайла. Если она нулевая такая... А как мы можем знать, нулевая она или нет? Альпачина вот такая, которая не может ни слова сказать, ни шаг вступить, ни встать, ни сесть, ну, она для меня неинтересная. Вам в вашей карьере пришлось ли хотя бы один раз отказаться от чего-то из того, что может в Латвии, а может в России составляет женское счастье? Ну, входит в это понятие. Сцена вообще как бы заставляет и отказаться от всего, что значит женское счастье. Как правило, люди, которые на сцене, у них всегда слабая семья, у них всегда проблемы с детьми, у них... Они не успевают видеть, как старятся их родители, они не успевают адресировать свою собаку окончательно. Ты много чего не успеваешь, потому что ты работаешь. Кстати, кто сейчас с вашими собаками, пока вы здесь у нас встали? Моя мама, сестра, Андрей. А вот я вчера встретил. Андрей, это ваш муж. Я не замужем. Ну, я хорошо, бойфренд. Бойфренд, да. В течение нескольких лет? В течение многих лет. Мне повезло намного больше, чем многим, многим. В личной жизни, в смысле? Я всегда была любима. И в семье, и среди коллег, и среди коллектива, и дома. И мужчины меня все любили. Вот интересно, конечно, вот, знаете, про быт у вас спросить, поскольку нельзя быть эстетом, нельзя быть стильным человеком в субботу вечером. Надел фраг, пошел в консерваторию, значит, два часа отсидел, вот он эстет. А в понедельник ест из отвратительной посуды, носит отвратительную предметную на себя эстетику. Скажите, как выстроен ваш быт? У вас же стиль в быту, наверняка. Представляете, что, как моя подруга говорит, лайма, лайма, пошли есть. Что бы ты хотела? Не знаю. Для меня еда – это топливо. Я могу положить на салфетку себе кусок хлеба после тостика и налить в чашку там кофе или чай. И все. Чем вы ходите дома? Скажите мне, ведь вот ясно, чем вы на людях ходите? Это всем известно и это даже копируют. А вот ведь покус же в том, чтобы дома ходить, понимая, что это важно, тоже как-то стильно. Ведь домочадец-то твой видит тебя гораздо больше и чаще, и, наверное, он важнее-то для тебя, чем чужие люди, для которых ты делаешься. Да, да, слава богу, что у домочан такой же вкус, как у меня. А сейчас модно, очень, видите, да, мода такая, что модно такой стиль бедняков. Бедняков. Да, моя мама говорит, Лайма, у тебя такая красивая майка дома, такая красивая майка, ну почему там дырочки? Я говорю, мама, за эти дырочки я платила. А вот для меня дома это спортивная, совершенно спортивная одежда. Вы можете сформулировать, сформулировать, сожрать побольше колбасы. Вот те вещи, которые делали вас счастливой. Ну дайте такое, я не знаю, три совета от Лайма, Вайку, как бы. Не, 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 нет, 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 если всерьез. Вещи, которые делали меня счастливой, это совсем не касается всех. Это репционные периоды, это работа с Аллой Сигаловой, она делала меня абсолютно счастливой. Это, не знаю, выход в Японию на сцену, когда дрожишь, не знаешь, как тебя примут. А после тебя так принимают, как будто ты там вообще всю жизнь жила и работала. Вот это тебя делает счастливой. Выход с Раймондом под руку, когда я чувствую, вот говорит, энергетика, энергетика, не знаю, у кого какая энергетика, но когда я выхожу с паузом под руку, я чувствую такую силу, но вот это энергетика, вот это делает счастье, потому что, наверное, многим это дано было почувствовать, но может быть, не многим, не знаю. Вот меня это делает счастливой. А вот вопрос глупый, поэтому, опять же, неделикатный. Вот у русских улыбки нет, да, причем отсутствие улыбки у русского означает то же самое, что вот эта вот улыбка, чей из американца. А ваша улыбка, она из какой культуры? Я не знаю, я всегда говорю, что Америка научила меня улыбаться. Америка научила улыбаться? Да, но я думаю, что я просто оптимиста была всегда и такая шебуршная, и с удовольствием смеялась, с удовольствием, с удовольствием участвовала во всяких разных приключениях. но я думаю, что Америка меня научила, да, потому что никому не нужно ваше вот это, никому не нужно, у каждого есть свои проблемы, поэтому это американское чиз, оно прекрасно, и его перенимать, мне кажется, совсем неплохо. Вот скажите об этом вашему другу Паулсу. Да, да, он так хохмит серьезным лицом, что все остальные вот так улыбаются и делают здорово им, потому что если сегодня уже доказывают, что улыбка делает вас вообще здоровее и так далее, это уже из области медицины, то не такие уж они и глупые, америкосы, что они делают этот чиз. Но там самая главная идея в том, что ваши проблемы не должны отражаться на публике. Мне кажется, это очень хорошо. Сначала мне это очень не нравилось, как и всем русским, кто туда приезжает, не нравится этот чиз, потому что ты не ориентируешься, ты не понимаешь. Искренне, не искренне. Да, ты не понимаешь. Но потом я поняла, что это замечательно. Дмитрий Александрович. Ясо. Как хранитель за временем, я должен сообщить вам про неприятный шиз. О, известно. Да, через... Ну, так ты знаешь, как все полетело. Какие большинство мужчин, которые встречались на жизненном пути госпожи Вайкури, я, конечно, потерял не только счет времени, но и дар речи. Сижу и любуюсь. Лайва была. Спасибо. Да, Лайва, спасибо огромное. И вот на этой оптимистической ноте с этим шиз мы должны попрощаться временно доступно. Сегодня была Лайва Вайкули, Дмитрий Зевров, я, Дмитрий Губин. Присутствовали рядом, немее, бледнее, зеленее и что там еще. Как же хорошо, господа, нам было. Спокойной ночи. Надеюсь, вам было неплохо тоже. Спокойной ночи. Яс. Ну что? Как вы на вас животных-то защищаете? О, господи. А кто их защитит? А когда? А чем больше знаешь, тем страшнее. Вы не представляете? Ну как не представляете? Незнание это такая трагедия. Субтитры создавал DimaTorzok